250 онкобольных и около 9 тысяч человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это помогло выявить диспансеризацию. Проверили здоровье пока лишь треть татарстанцев. Показать важность профосмотра на личном примере решил главный врач Нижнекамска. Он отправился в поликлинику по месту прописки и обошел всех специалистов. Своих объемов главный врач центральной многопрофильной больницы не стесняется. Занятия спортом помогают ему держать себя в хорошей физической форме. Давление в норме, результаты ЭКГ сердца и флюорографии тоже. Хабибулла Ахмедов на личном примере показал, диспансеризацию проходить необходимо всем. Главный врач медосмотр проходил на общих условиях, по месту прописки в общем потоке пациентов. Я считаю, что люди должны знать на самом начале заболевания, какие проблемы ожидают их. Потому что если выставлен диагноз, во время обнаружена неполадка в организме, они можно лечить и с успехом, скажем так. Незапрошенные болезни лечатся быстрее. Профилактика на сегодня же основное направление здравоохранения нашей страны. И чем раньше мы начинаем заботиться о своем здоровье, тем мы будем здоровее. Практика действительно показала, именно во время диспансеризации чаще всего у людей на ранней стадии выявляется онкология, захоронный диабет и шимическая болезнь сердца. Многие идут на плановый медосмотр впервые за несколько лет. Надо, чтобы провериться, знать, что все нормально. Ну и в институте сказали прийти. Вот пришел. Вообще, как последний раз были в больнице? О, летом. Во время диспансеризации, помимо прохождения специалистов, люди заполняют анкету, в которой подробно описывают состояние своего здоровья. С ее помощью врач выяснит вредные привычки, предпочтения в еде и уже имеющиеся болезни. Диспансеризация, это же узнаешь о своем здоровье, то, что ты не выявишь сразу. Более глубоко УЗИ, специалисты, углубленные анализы. Очень много выявляется тех проблем, которые люди просто не подозревали. В этом году в Нижнекамске диспансеризацию должны пройти 44 тысячи человек. Сделать это можно в своей поликлинике по месту прописки. Анна Газятова, Анастасия Милицкая, Вести, Татарстан, Нижнекамск.